Таким образом, мы хотя бы получили возможность приезжать к нему и благодарить его за то, что он для нас сделал. И так получилось, что буквально в первый день войны, в 22 июня 1941 года, он приехал к моей прабабушке в белорусскую деревню. И там же находилась моя мама, которая всегда приезжала к бабушке на лето. И вот буквально в 21 июня 1941 года была сделана эта фотография, которая стала последней фотографией дедушки Антона. И вот фотографии моей мамы вместе с ним. И мама моя как раз тот самый ребенок войны, потому что она не понаслышке и тоже испытала очень много в это время. И я бы хотела сейчас попросить как раз ее сказать несколько слов. Можно, ребята, нахожусь. Знаете, когда я отношусь к поколению не ветеранов войны, а детям войны. Сейчас стали говорить о детях войны. А мы, те самые дети, вот мои ровесни, видите, как вы помните, дети войны. Мы те дети, которые последними могут что-то рассказать. Мы были в том возрасте, когда мы уже понимали, уже запоминали. И сегодня еще помним. И поэтому можем что-то вам рассказать. Я не буду долго занимать ваше внимание, потому что это может быть очень длинный, очень трагический рассказ. Но этого не нужно. Я хочу только сказать о тех маленьких эпизодах, которые мне запомнились, а было у меня тогда от 8 до 11 лет. Так случилось. Мама с папой в Москве. Меня бабушка на лето собрала. Началась война. Первый день войны, я прекрасно помню. Самолеты, сразу бомбежки, сразу обстрелы, сразу ужас, непонятно что. Потом сообщение по радио. Да, это война. Народ в панике. Вот мой дядя. Это родной брат моей мамы. Любимый дядя. Значит, вот. Это последняя фотография за день до войны. В деревне. На фоне какой-то белой простыни. Ему хотелось сразу сфотографироваться. Он ее очень любит. И все пор, это последний раз, когда мы его видели. А как потом оказалось, отступление, ополчение, до самой Москвы, прорыли через блокады, через окружение. И здесь ополчение, и здесь снова на фронт, и госпиталь, и письмо, которое вам прочитала Галина Николаевна. И таких ребят было очень много. На этих ребятах и продержалась наша Москва, на этих ребятах и продержалась наша армия и наша вся страна. А помогала победить, я так понимаю, нашему старшему поколению, из того, что я помню, вера. Очень большая вера. В то, что иначе быть не может. А в качестве примера этой веры, приведу вам маленький такой, чисто водовой эпизод. Вот мы стоим в деревне на Твердце. Стоят, ну, вы понимаете, что молодежь, та, которая воевала, тоже была в армии. А тут старики и дети. Стоит несколько человек на Твердце, и я стою рядом. И летят на Москву крылом к крылу юнгерсы. Это немецкие самолеты, мы бордировщики. И я и по сегодняшний день могу отличить гул юнгерсов, которые несут бомбы на Москву и гудит земля. У-у-у, так знаете, земля отдается. И юнгерсы, которые летят обратно, они уже сбросили бомбы. И взрослые говорят, неужели я на Москву, неужели они возьмут Москву, неужели они разобьют Москву. И вот утром встает моя бабушка, мама этого самого мальчика, и говорит, бабушка, мы 65 лет, и говорит, не бойтесь, детки. Ну, мы-то на русском, так, обращаюсь. Не бойтесь, детки. Обязательно, обязательно нас здесь разобьют, этих фашистов проклятых. Обязательно разобьют. Я видела сон. Я не знаю, бабушка этот сон правда видела? Или она его просто придумала, чтобы подбодриться остальным? А сон был такой. Вот в воздухе много-много портретов. Портреты всех вождей, всех стран. И там и Гитлер, и там и Сталин. Ну, тогда нашим вождем был Сталин. И там и Сталин. И они все бьются. Они все борются. И вот все портреты упали. А вы знаете, что к 41-му году все страны действительно, европейские, упали. У меня нет. Прежде чем он напал на Советский Союз. И остались только Гитлер и Сталин. И вот они боролись, и Гитлер упал, а портрет Сталина остался. И так бабушка верила, что мы победим. И такой сон нам рассказывала, что именно мы победим. Вот такая вера людей, такую победу, она очень людей поддерживала и спасала. И все население. Ведь война эта была особенно ужасна тем, что это была война с мирным населением. 25% мирного населения в Беларуси практически была уничтожена немцами, фашистами. Не будем говорить немцами, не будем говорить фашистами. Уничтожена живьем, сожжена в деревнях, сожжена просто вот так. Не буду больше вам рассказывать ничего, просто чтобы вы знали, что важно верить в свою победу, в свой народ, в своих друзей, в своих людей. Расскажу вам теперь о конце. Я хочу поблагодарить тех людей, которые воевали. Вот они сидят здесь перед вами. Здесь Яков Алексеевич Пламков. Анатолий Вячеславович. Анатолий Вячеславович. А я хочу сказать вам. А то, когда после этих страшных трех лет я впервые увидела наших бойцов, а увидела вот как, когда фашисты отступали из Беларуси, они уничтожали все мирное население, нас сгоняли, жгли, травили колодцы. Это не выдумка, это я живая, стоит перед вами и вам это расскажу. И вот нам объявили, а мне уже к этому времени двенадцать, и я уже подросла, довольно большая девочка, и с бабушкой вдвоем, и в деревне одни старики, и старухи, и дети. И нам объявляют собраться на площади, ну как и там деревня, центральная площадь, там небольшая, собраться на площади утром, вещей не брать. Зачем, что, никто ничего не знает. Утром бабушка надевает у меня чистую кашуру, эта рубашечка такая, ночная кашуру, на нее платят какое-то. Идем, детка. Вот мы приходим. Площадь, собраны люди. Вокруг солдаты с автоматами и овчарками. В центре площади стоит столб. Там немецкий офицер зачитывает списки тех детей, которые уже подросли до 14 лет, а это уже июнь 44-го года. Это уже фронт в Беларуси. Только еще до нас не даже. Тех детей, 14 лет, которых еще не подобрали, которые надо еще собрать, оторвать от матерей, от бабушек и дедушек, и отправились в Германию на каторжные работы, чтобы они там еще работали. Потому что всю эту войну, все в оккупации собирали всех этих подростков, кто только до 14 лет, собирали и туда, и туда, и туда, чтобы они там работали, и туда, и везли теплушками, как угодно гнали их, чтобы там они работали. Бабушка мне говорит, ты же сядь, а то ты высокая. Я уже подросла. Подумаю, что тебе 14 лет заберут. Я хотела съесть, чтобы меня за толпой не видно было. А солдат с автоматом меня в спину толкнул. Хай, стой. Достала. Ну, отобрали этих детей с груди или там кучу. А нам всем сказали выйти на главную нашу дорогу, вот тут рядом, и идти из деревни. Шеренги. Сколько там было? Мы с бабушкой пришли последние, поэтому мы оказались первыми в этой шеренге. Чак 6, 8, я не знаю, не помню, не считал. И мы пошли по этой дороге, этой толпой стариков и детей. Мы выходили уже из деревни в норовлении леса, того леса, где расстреливали немцы с самого начала своей оккупации. Сначала евреев, потом цыган, потом славян, потом, знаете, сначала коммунистов, того попало, лишь бы уничтожить все наше население. И вот мы еще не дошли до этого леса, но, наверное, взрослым было же, не помню своих ощущений. Говорят, дети лет до 16, не знаю, что такое смерть. Поэтому не скажу, потому что у меня было очень страшно. Я плохо понимала, только хорошо помню, что на дорогу выехала машина, и в ней сидел офицер. И дал какую-то бумагу нашему сопровождающему. Он почитал бумагу и сказал нам, все, подомал, ждите эвакуацию. Эвакуацию назначили на завтра. Какую эвакуацию? Куда эвакуацию? У себя дома. На завтра нас опять собрали. И по дороге погнали к границам западной. Только после войны, прочитав много литературы, я поняла, что это было. А гнали на... То есть нас не убили сразу. Нас гнали. А почему гнали? Неделю нас гнали. Посеку, хорошо, что конец ее не бесит. А гнали, вот почему попали, благодаря нашим ветеранам, нашим бойцам, нашей армии, попали в Минский котел. Это окружение, когда окружили фашистские войска. И когда они вынуждены были вырываться из этого котла, а чтобы их не бомбили наши летчики, а чтобы их не обстреливали партизаны из леса белорусских, которые было очень много, вы знаете. Спасибо.